Друзья екатеринбургского пилота, выжившего при авиакатастрофе, но умершего от ран, полученных при падении дельталета под Нижним Тагилом, считают, что их товарища можно было спасти, если бы не промедление, допущенное врачами по вине правоохранителей. 44-летнего Алексея Попова пилота малой авиации похоронили в Екатеринбурге, на Нижнесетском кладбище. Тогда же коллеги погибшего узнали об одном трагическом обстоятельстве, возможно, ставшем причиной его смерти. Напомним, падение дельталета с двумя мужчинами произошло в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом 3 декабря. Легкомоторный летательный аппарат принадлежал 44-летнему екатеринбуржцу Алексею Попову, дипломированному авиатору, четверть века пилотировавшему различные крылатые машины. Но в этом полете он был в качестве пассажира, точнее инструктора, обучавшего управлению дельталетом 50-летнего местного жителя. Алексей привез в Черноисточинск мотодельтаплан на своем автобусе. Взлетели Андрей и Алексей со льда местного пруда. Какое-то время кружили в воздухе, а после четвертого разворота, пойдя на посадку, сорвались и упали на садовый участок. Хозяин этого дома, пенсионер, рассказал, что он наблюдал за полетом, но момент падения пропустил, так как зашел в баню. Услышав шум, он выбежал на улицу и увидел лежащее крыло и двух человек, зажатых трубками конструкции дельталета. Оба были живы. Дедок попытался вызволить пострадавших, отгибая трубки, а когда убежал за болгаркой, то, вернувшись, увидел других людей, которые вызвали скорую помощь. К приезду врачей пилот дельталета, 50-летний Андрей, уже не подавал признаков жизни. Алексею же поставили сильнодействующий обезболивающий укол и намеревались отвезти его в Тагильскую больницу, где уже готовилась операционная. Но, по словам очевидцев, полицейские не дали им это сделать, пока не записали показания выжившего Алексея Попова. Друзья Алексею утверждают, что тот попал в реанимацию только через два часа после авиакатастрофы. Это довольно странно. Из своего журналистского опыта, множества документальных и художественных фильмов мы знаем, что на месте любого происшествия с пострадавшими именно врачи диктуют последовательность действий остальных специальных и аварийных служб. Полицейские порой неделями не могут опросить свидетелей или даже виновников аварии, пока не получат разрешение от врачей. А те не допускают к пациентам никого, пока не решат, что здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Та обратилась в Уральское следственное управление на транспорте, чтобы те прокомментировали достоверность рассказа очевидцев. Помощник руководителя этого ведомства Дмитрий Лебедев сообщил, что их сотрудники оказались на месте катастрофы значительно позже. Первоначальный опрос Попова вообще проводил участковый из Черноисточинска. Лебедев усомнился в достоверности информации, но пообещал, что следователи опросят очевидцев трагедии, чтобы подтвердить или опровергнуть ее. В случае подтверждения принять меры. Также транспортные следователи продолжат проверку обстоятельств самой авиакатастрофы. По некоторым данным, среди возможных ее причин рассматривается версия нехватки топлива. Якобы бак дельтолета оказался пуст. Пилоты сверхлегкой авиации сомневаются в достоверности этой версии. По их словам, мото-дельтаплан упал при заходе на посадку. И на этой стадии полета двигатель не играет сколько-нибудь значимой роли. Садясь, дельтолет планируют и с выключенным винтом даже лучше. По их словам, причиной падения, скорее всего, стала фатальная ошибка, допущенная новичком. Именно в его руках была трапеция, которой управляется крыло. У инструктора также была возможность вносить коррективы в управление полетом. Но если сидящий впереди пилот физически крепок и от испуга будет настаивать на своих ошибочных действиях, то находящийся сзади инструктор не сможет переселить его. А поскольку наблюдавшие за их полетом с земли люди слышали громкие мутюки Попова, вероятно, так оно и было. Кроме того, по словам друзей погибшего инструктора, дельтолет Алексея был официально зарегистрирован и ежегодно получал сертификат летной годности. Поэтому их удивляют, что расследование авиакатастрофы проводит НИМАК, Межгосударственный авиационный комитет. Продолжение следует...